Часть производственных мощностей этого завода, которые тоже подсвечены огромным количеством лампочек. Какой же центр города может обойтись без рича? Вот она, родимая вышечка! А теперь минутка не рекламы. Приглашаю всех, кто еще этого не сделал, присоединиться к нашей группе ВКонтакте. Там вы найдете актуальные новости, связанные с подземными коммуникациями, интересную техническую информацию о новейших технологиях в коммунальном хозяйстве, исторические факты о различных объектах и, конечно, много-много различных фоток этих самых объектов и их описания. Ссылка на группу будет в описании к этому видео. Присоединяйтесь! Всем привет, дорогие зрители! С вами канал Андерволд и его ведущий Степову. Я, наконец-то, выбрался в место, которое давно хотел посетить. Это вышка в Галиче, высотная вышка, высотой более 330 метров. Но свой репортаж я начинаю с города Ростов-Великий. Мы заехали полюбоваться на Ростовский Кремль, на исторический центр города. И сейчас мы продолжим наш путь в сторону, через Ярославль, в сторону Галича. Сейчас мы объезжаем Кремль по одной из центральных улиц города. И Кремль окружает со всех сторон вот такие вот здания. Явно постройки, наверное, 18-19 века. Сейчас пока ничего не берусь говорить. Буду смотреть в интернете и напишу видео. Вот здесь вот, похоже, когда-то были торговые ряды, ссори по архитектуре. Хотя я могу и ошибаться. Справа мы сейчас видим здание еще одной церкви. И вот здесь вот, похоже, площадь была с торговыми рядами. Но все это однозначно историческая застройка. Очень красиво все смотрится. Вот здесь мы видим пешеходную улицу. Вот это вот здание уже, похоже, более поздние постройки. И опять мы видим малоэтажные дома. Типичные для небольших городов. Справа у нас остается Кремль. Тут видна Кремлевская стена. А мы продолжаем свой путь. Следующая достопримечательность на нашем пути – Ярославский нефтеперерабатывающий завод. Огромный промышленный гигант, раскинувшийся не на один километр вдоль Ярославки. И очень красиво подсвечены все корпуса. Выглядит весьма внушительно. Территория завода тянется вдоль Ярославского шоссе на протяжении нескольких километров. Все производственные мощности, все корпуса подсвечены множеством огней. Зрелища просто пиелическое. Там вот вдали тоже виднеется часть производственных мощностей этого завода, которые тоже подсвечены огромным количеством лампочек. Мы уже въехали в Ярославль и ищем, где бы нам поужинать. Так вот выглядит улица, которая является продолжением Ярославского шоссе. Собственно, мы пока по ней едем, миновав нефтеперерабатывающий завод, никуда не сворачивая. Если я не ошибаюсь, она нас должна привести к центру города. А впереди указатель на Московский вокзал. Ну вот мы и въехали в Галич под покровом ночи. Сейчас нам надо найти, где остановиться, переночевать, и завтра с утра отправимся на вышку. А в Галичи на ночь мы остановились в гостинице, которая находится на центральной площади города. Очень приличный номер двухместный. И все это удовольствие на двух человек стоит 1300 рублей. Есть даже телевизор, который почему-то показывает одну программу. И номер с удобствами на коридоре. Зато с видом на стоянку и на машину. Итак, утро следующего дня. Мы позавтракали в столовой при гостинице. И сейчас будем собираться на вышку. Ну а вокруг гостиницы опять же дома старой застройки. Исторический центр Галича, можно сказать так. Самый центр Галича, рядом с гостиницей, где мы останавливались. Меня просто впечатляет тут архитектура. Большинство зданий, которые здесь встречаются на улицах, они, похоже, с момента постройки никакой серьезной реставрации и не было у этих зданий. Вот это вот похоже очень на центральную площадь. Одноэтажные дома, одноэтажная застройка. Мы сейчас едем по самому центру Галича. Какой же центр города может обойтись без Ильича? Очень нравятся вот такие домики с колоннадой. Похоже, что это когда-то тоже строилось под торговые ряды. И чуть-чуть отъехав от центра, можно вдоль улиц уже видеть деревянные дома, старые постройки. С резными наличниками. Вот это вот старое кирпичное здание. Галич оказался очень живописным городом. Он расположен на берегу озера. Озеро как бы вытянутое в длину. Вот сейчас попробую приблизить на том берегу, где-то вдалеке. Виднеется какой-то то ли монастырь, то ли храм. Очень красиво отсюда смотрится. Сам Галич расположен на холмах. На холмистой местности. В городе достаточно много старых церквей. В общем, город явно заслуживает внимания. Сюда стоит приехать даже не только ради вышки, а ради того, чтобы погулять, посмотреть очень красивую архитектуру. И я думаю, что здесь должно быть очень красиво летом. И по дороге встретили еще одну местную, можно сказать, достопримечательность. Предприятие, которое делает известные на всю страну автокраны на разных автомобильных шасси. Называется Галичанин, краны. А там вот можно видеть парковка, я так понимаю, готовой продукции, готовой техники. Ну и по другой стороне улицы, опять же, симпатичные деревянные домики. А это уже путь к вышке. Очень живописная тропинка. Беда в том, что заехать сюда нереально на машине, а машину пришлось оставлять на дороге. Но прогуляться здесь по такой красоте до вышки одно удовольствие. Вот она, родимая вышечка. Ради нее мы проделали более 500 километров. Обидно только то, что где-то чуть выше половины высоты вышки затянута уже облачностью. Наконец, спустя сутки после выезда из Москвы и более 500 километров мы добрались до цели нашего путешествия. До вышки А-330 рядом с городом Галич. Вот оно, недостроенное здание ретрансляционного центра. Где-то немного в стороне должны находиться резервуары с водой для охлаждения. Сейчас зайдем внутрь. Правда, само здание не представляет абсолютно никакого интереса. Там голые стены. Говорят, все, что здесь было из металлоконструкции в этом здании, уже давно попилено. Но, собственно, ничего другого ожидать и не стоило. Заходим наверх. Здесь видим такую же печальную картину. Чем тебе лестница не нравится? Поделись впечатлениями. Видите, держится на проволоке и скотче. Понятно. Это следующее помещение. Внутри ретрансляционного центра Голые стены. Остатки арматуры, которые не успели распилить на металл. Но самое главное, нас ждет по ту сторону этого здания. Это вышка. Мачта А-330. И сейчас нам осталось подняться туда. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин